всем привет ребята с вами димас оператор антон вот решили сегодня сделать им картофельные котлеты с салом копченым домашним чуть специи добавим там зеленушки и фанировки нашей интересной в тампуре так что сейчас приступим процесс тоже несложный вот и решили такой гарнир сделать как бы вроде котлеты но картофельный так что такой эксперимент все сейчас начнем делать увидимся основное что надо будет сделать это у нас картошка вот мы заранее отварили естественно сделать пюре мелко нарезать сало мелко-мелко на самом деле как бы если есть другие варианты можно мясорубку все пропустить это 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 совместно специи любых добавки хотите ну как мы ограничимся солью мочить карида добавим такое картофельное блюдо скоро у нас картофель будет собирать урожай так что приступим будем делать картофель желательно хорошо творить даже можно немножко подсушить вот масло ничего не добавляем короче не делаем пюре как обычно вот с молоком по просто мнем картофель задача любая в этой ситуации надо помять также с салом салом будем нарезать мелко будет рубленая у нас ну-ка . у нет хорошо хорошо сварили сейчас быть клеится когда значит уже достаточно будет мять уже достаточно принципе наклеить так что картошку помяли самое основное сделали сложные сейчас будем резать наш сало кожу мы уберем кошки здесь где-то бегали час едят вот возьмем вот часть без мяса без красного ну что вот мы нарубили наш сало вот такое мелкое получилось и добавляем нашу пюрешку сальцо она не сильно соленая копченые так что добавляем соли так нормально и немножко добавим карри специи больше никаких не будем добавлять потому что там уже есть и перчик и все в копчености и так будет аромат хорош и все это дело мне вам опять немножко перемешиваем в принципе идеально все помешалось все соединилась однородно ребята еще раз всем привет решили сделать короче все это дело на мангале но тут начался дождик и решили не переснимать наши котлеты другой день я решили просто уйти домой и делаю делать это в помещении как бы все равно это все делалось на сковородке только мангала делаем кругляшечку ну и формируем их немножко делаем плоский и панируем наши панировки без всяких лиезонов там подобных штук без яйца без молока сделаем решили так сделать чтобы не утолщать их просто в панировки чисто такие картофельные хрустящие котлетки вот и так делаю вторую вот и так же делаем все остальные котлетки формируем и будем переходить жарить наши сковородки увидимся врубаем масло наливаем и будем сажать наши котлетки вот и укладываем наши котлеточки можно делать разные толстые тонкие маленькие толстые большие и толстые кому как нравится так ничего получается красивые котлетки хрустящие должны красивые получают маслянистый жирненький пойдем пробовать что у нас получилось так что на вид очень симпатичный запах тоже прикольный посмотрим что у нас получилось ну вот ребята получили нас котлетки такие интересные вот чуть украсили свежими салатами огородными вот будем пробовать что у нас получилось очень мягкая очень вкусно реально чувствуется копченость лучше взять копченое сало или какую-то копченость и мелко порубить замечательно чувствуется если бы обычное сало было бы вкус обычного сала здесь копченость есть присутствует вкусно также можно добавить сыр там яйца что-то еще туда внутрь что вам больше нравится зелень не любит можете зелень и добавлять очень вкусно будет со сметаной с разными соусами вот такой замечательный гарнир опять же мясо присутствует можете с мясом добавить с овощами вкусно очень вот так что экспериментируйте в принципе легкий гарнир такой получился обычные котлеты вот только берите обязательно хорошую панировку вот у нас хорошую панировку тампури вот для креветок она чувствуется как хлеб как это она просто хлопья и не перебивает вкус самого блюда необычные котлетки у нас сегодня такие не мясные овощные готовьте и родите своих близких всем удачи добра с вами был димас оператор антон всем хорошей погоды пока пока